МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения ваша информационная программа Республика. В студии Александр Базаров. И сегодня в нашей программе. В приоритете. Это тоже будет решен. Условия по выделению средств, они будут другие. И все-таки субъектам отдадут право, где строить. Как в Чувашии реализуются национальные проекты. Мы из джаза. Сейчас в это не верится, но исполнители главных ролей совершенно не умели ни петь, ни танцевать. О закулисье известной киноленты зрителям рассказали ее режиссеры и артисты. Эти голоса услышат издалека. Хора 700 человек запоет у монумента матери-покровительницы в День славянской письменности и культуры. Процедура проведения ЕГЭ находится под личным контролем председателя правительства России Дмитрия Медведева. Сегодня он провел селекторное совещание с главами регионов по вопросу готовности системы образования к экзамену. В видеоконференции принял участие глава Чувашии, находящийся сейчас в Москве. В этом году в Чувашии сдадут ЕГЭ 7100 школьников. Для этого оборудовано 38 пунктов проведения экзамена. 150 наблюдателей и 44 федеральных проверяющих будут следить за соблюдением всех правил. Металлоискатели, видеонаблюдение, запрет на мобильные телефоны, неслучайная мера предосторожности. В прошлом году в ходе проведения экзаменационной кампании в стране было зарегистрировано свыше тысячи нарушений. В основном они были связаны с вскрытием пакетов заданиями до начала проведения экзамена, использованием участниками ЕГЭ запрещенных технических средств, размещением в интернете заданий и неправомерным допуском учащихся к досрочной сдаче. В этом году были приняты все меры, чтобы минимизировать возможность нарушений. Глава Чувашии доложил, что республика к проведению ЕГЭ полностью готова. Республика находится в постоянном взаимодействии с Рособранадзором, с Министерством образования. И в текущем году мы возьмем на вооружение весь лучший опыт, накопленный за предыдущие годы, в том числе и в других регионах страны. Тем самым обеспечим прозрачность процедуры ЕГЭ и его объективное проведение. Как в Чувашии реализуются приоритетные национальные проекты, обсудили сегодня на совещании, которое провел премьер-министр Иван Маторин. Основной вопрос – социальное развитие села. Программа действовала с 2003 по 2013 годы. Что удалось сделать и какой получили эффект в нашем сюжете? За 11 лет в социальное развитие села вложили более 97 миллиардов рублей. На каждой федеральной рубль республика выделяла 16. В России и в ПФО этот показатель в 4 раза ниже. За счет всех источников финансирования введено более 4,5 миллионов квадратных метров жилья. Почти 20 тысяч сельских семей улучшили свои жилищные условия. За весь период реализации программы лучшими районами по количеству получателей социальных выплат, по улучшению жилищных условий стали это Батовский район – 350 семей и 8% от общего объема. В Урнарске – 296 семей, Канарске – 281, Чебоксарске – 262. Но худшими районами по предоставлению социальных выплат стали это Алатарские – 130 семей, Костомирские – 111, Шумерлинские – 108 семей. Нарекания вызывает программа по строительству дорог. В свое время отчитались о том, что дороги построены, но остались не заасфальтированные участки внутри поселений. Это тоже будет решен. Условия по выделению средств, они будут другие. И все-таки субъектам отдадут право, где строить. Так же, как делается, допустим, у нас по водоснабжению или другим капитальным вложениям, которые происходят. Тогда совместно с Минтранцем подготовьте перечень дорог, что если будет проводиться отбор такой на уровне Минтекоза России, чтобы можно было свои предложения внести. В республике по-прежнему актуальна проблема обеспечения сельского населения качественной питьевой водой. С 2005 года были построены объекты локального водоснабжения 75 сельских населенных пунктов, 6 очистных сооружений, 2 крупных водохранилища. Хорошо идет строительство современных фельдшерско-акушерских пунктов. Сейчас уже введено 23 объекта. Проведена модернизация сельских библиотек. В каждом районе есть современные физкультурно-спортивные комплексы. В 2014 году на обеспечение жильем детей-сирот в Чувашской республике предусмотрено 325 миллионов рублей, чтобы 253 человека получили положенные квадратные метры. Есть отклонения от сроков выполнения работы в Ибресенском районе. Четыре квартиры строятся за счет средств позапрошлого года, еще семь за счет прошлого. Подрядчик знаменитый у вас, почти все объекты везет. Если то, что сейчас излагает исполняющий объект Министерства строительства, что только фундамент возведен, а часть квартир в 2012 году должны были получить, ни в какие рамки это не лезет. На сегодняшний день только фундамент. Строительство дома не ведется. У подрядчика нет оборотных средств, но он сейчас хочет получить кредит в банке 15 миллионов, но пока движения нет. Нарушаются сроки сдачи жилья для детей-сирот и в других районах республики. Премьер-министр призвал членов Совета более тщательно относиться к выбору подрядчиков для строительства жилья. Главный федеральный инспектор попросил прокуратуру и аппарат уполномоченного по правам ребенка подключиться к проверке выявленных нарушений. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Евгений Анисимов. Республика. Советская классика вновь на больших экранах. В этом году Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный 90-летию Мосфильма. Для ретроспективного показа организаторы отобрали лучшие музыкальные картины, снятые на этой студии. Одну из них чебоксарцам представили лично режиссер Карен Шахназаров и актер Александр Панкратов-Черный. Фильм «Мы из джаза» – это их первая совместная работа, но тогда, в 80-е годы, казалось, что на съемочной площадке они не увидятся никогда. Создавая эту картину, многие думали, что она и вовсе попадет на полки. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Это сейчас картина «Мы из джаза» входит в золотой фонд российского кинематографа, а ее создатели известны всей стране. А ведь в свое время режиссеру Карену Шахназарову советовали и вовсе отказаться от съемок этого фильма. В конце 70-х его дебютную полнометражную ленту забраковали советские власти. Но даже после такого фиаско он решился приступить к работе. Начиналось все непросто. Артисты, которые уже прошли пробы, сниматься соглашались не сразу. Но подвести худсовет Мосфильма молодой режиссер уже не мог. А тогда худсовет на Мосфильме, это был Бондарчук, Таланкин, Райзман, Зархи, который вообще Александр Георгиевич, Зархи вообще нас молодых, готов был вожжами пороть на каждом углу. Он говорит, ты уже представляешь, узнаешь, что показывал режиссер молодой кинопробы артиста, который даже не давал согласия сниматься, так что ты меня, говорит, не подводи. Режиссера не подвели. Все те, кто прошел пробы на главные роли, согласились участвовать в съемках. Хотя в успех картины и тогда никто не верил. Сейчас в это не верится, но исполнители главных ролей совершенно не умели ни петь, ни танцевать, ни тем более играть на музыкальных инструментах. Режиссер об этом прекрасно знал, но все равно утвердил артистов. Из-за этого страдала вся съемочная группа, приходилось делать немало дублей. Уже потом на монтаже все песни за Александра Панкратова-Черного и вовсе исполнял оператор. Вообще, вспоминают артисты, оператор картины не раз выручал всю съемочную бригаду. Он был солистом молодежного ансамбля и кому, как не ему, возможно, было доверить съемки этого музыкального фильма. Причем идеальный слух помогал ему в работе. Оператор у нас был удивительный, музыкальный человек, который даже, знаете, панорамы снимал там, или вот на тележке камеру, значит, катят его, значит, у него группа даже была музыкальная. И он тихонько мелодию напевал, и механики катили эту тележку с камерой даже в ритме вот его мелодии, которую он напевал. Импровизировали на съемках и сами артисты, в фильме главные герои, профессиональные музыканты, но сыграть их людям без голоса и слуха было очень непросто. Однако этого никто не заметил. Многие действительно подумали, что актеры хорошо поют. После премьеры их даже приглашали выступать на музыкальные фестивали. А я не уберу свой чемодатель, а я не уберу свой чемодатель, а я не уберу, а я не уберу, а я не уберу свой чемодатель. Но в рамках юбилейной программы на фестивале показывают не только кино. В Чебоксарах открылась выставка фотографий и костюмов, в которых снимались известные артисты. Вот оно, то самое розовое платье из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». А это уникальные снимки со съемочной площадки «Зимнего вечера в Гаграх». В те годы картина выходила на большие экраны даже за рубежом. Было напечатано огромное количество афиш на иностранном языке. Копию одной из них привезли на выставку. Вообще, говорит Карен Шахназаров, такие фильмы необходимо снимать и сейчас. Но у киноконцерна возможности ограничены. И поэтому индустрию захватывают низкопробные сериалы. Но исправить это возможно. Надо создать систему, которая бы рассчитывала не только на государственную поддержку, но и привлекала бы частные инвестиции. Нельзя рассчитывать только на государственную поддержку. Кинематограф должен привлекать частные инвестиции, частные деньги. Я думаю, это основная проблема российского кино. Но это связано уже, это надо решать на государственном уровне. И такие решения принимать необходимо в ближайшее время. Картинам, которые сняты в лучших традициях советских лет, зрители тянутся. По крайней мере, на фестивале в Чебоксарах. Эти кинопоказы собирают полные залы. Митрий Ковалев и Антон Вовк. Республика. По традиции, участниками фестиваля становятся и кинодокументалисты. В этом году на суд зрителей своей работой представили четыре режиссера. Один из них приехал из Беларуси. На протяжении 40 лет он снимает художественные и документальные фильмы. Хотя с Чувашей его связывает многое. Чувашский язык гость из Минска называет родным. В Чебоксары Дмитрий Михлеев не приезжал давно. Но на четвертый день своего пребывания здесь он начал свободно разговаривать на Чувашском. И даже давать интервью чувашскоязычным корреспондентам. Вообще режиссер родился в Татарстане. А языку его обучал лучший друг, ныне известный писатель республики Порфирий Афанасьев. Но долгое время Дмитрий Михлеев жил в Москве. Ему удалось поступить на режиссерский факультет ВАВГИК. Именно здесь он познакомился со знаменитым режиссером из киностудии «Беларусьфильм». Тот высоко оценил курсовую работу Дмитрия Михлеева под названием «Диалог о картошке» и пригласил поработать в Минске. Там он живет и трудится более 40 лет. В его творческом багаже четыре художественных фильма и более 20 документальных. Некоторые работы были удостоены престижных наград. Вообще, признается режиссер, раньше он любил снимать картины о детях для детей. А сейчас создает фильмы об известных и талантливых людях. На фестивале в Чебоксарах зрители увидели одну из последних работ режиссера, которая посвящена народному артисту Беларуси Игорю Добролюбову. Именно его Дмитрий Михлеев называет своим учителем, которому удалось привить любовь к документальному кино. Документальное кино – это потрясающая вещь. Это высший уровень журналистики. Я объехал весь Советский Союз. Я был во многих странах европейских. Это как Ролан Быков говорил, да? Я счастливый человек, он говорил. Я хулиганю, снимаю все, что я хочу. Мне еще за это платят. Я снимал всегда, я уже говорил, детей, стариков и животных. Почему? Потому что здесь было ноль политики и возможность выразить в себя свою любовь, свое отношение. На что больше всего потратили в прошлом году из Чебоксарской казны? Как за пять месяцев изменился бюджет столицы Чувашии на год нынешний? Подробнее об этом и о том, что еще обсуждали чебоксарские депутаты на заседании собрания, далее в репортаже. Началось заседание с денежных вопросов. Доклады по бюджету длились долго, однако слушали их внимательно. Статья расходов у города много. Более половины средств казны потратили на образование. На втором месте жилищно-коммунальное хозяйство, затем национальная экономика и социальная политика. В итоге потратил город почти 7 миллиардов. Разница между доходами и расходами составила более 146 миллионов. Что касается года нынешнего, то бюджет еще не раз предстоит уточнять. На сегодняшний день он увеличился более чем на 1 миллиард 52 миллиона рублей. Это по доходам. Впрочем, выросли и расходы. На сумму более чем 1 миллиард 84 миллиона рублей. Рост расходов наблюдается почти по всем отраслям. Наибольший показатель роста – это отрасль образования от 24,2%. И физическая культура и спорт – рост в 2,4 раза. Увеличение расходов прежде всего объясняется увеличением фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений и открытием новых детских садов. Денежными вопросами начали, ими же и закончили. В том, что Чебоксары – столица Чувашской республики, думаю, никто не сомневается. Однако документально это нигде не закреплено. Такая законодательная прореха сказывается на финансировании города. Этот закон нам необходим для того, чтобы мы получали дополнительные средства из республиканского бюджета на поддержание вот этого статуса столицы. В законопроекте предусмотрено финансирование в размере 3% от республиканского бюджета. Это порядка 630 миллионов рублей. Полученные средства могут идти, к примеру, на благоустройство. Впрочем, все не так просто. Ведь если где-то прибыло, значит где-то убыло. Сейчас эти средства распределяются между районами республики. Законопроект о статусе столицы Чувашской республики решено вынести на рассмотрение Госсовета Чувашии. Ольга Пырычкина, Антон Вовка, Республика. Лето – лучшее время для отдыха. Но при всех своих плюсах – солнце, теплые дни, плавание и активные игровые виды спорта – летняя пора таит в себе немало опасностей. Прежде всего, это травмы, количество которых за летний период у детей возрастает на 35%. Травмы получают на велосипедах, скейтбордах и роликовых коньках. Очень важно научить ребенка безопасному поведению при езде. И ни в коем случае не стоит экономить на экипировке. Очень много детей, которые получили травмы сами на мопедах или в ДТП, там, где непосредственная вина родителей есть. Все хотят, чтобы врач был непосредственно рядом. При этом предотвратить трагедию, к сожалению, никто не хочет. Это касается и травм, это касается случайного приема детей уксусной эссенции, различных кислот и щелочей. И если посмотреть сегодня на причины некоторых видов инвалидности у детей, на причины летальности у детей всех возрастов, то на первый план выходят внешние причины. А именно за внешние причины прежде всего несут ответственность родители. Следующая опасность – это кишечные инфекции, которые могут передаваться даже и воздушно-капельным путем. Есть такая инфекция, допустим, энтеровирусная. Очень часто, допустим, начинается как рвота жидкий стул. Но в будущем, через несколько дней, при неправильной организации обследования, при неправильной организации лечения, может осложниться поражением головного мозга. Поэтому даже если у ребенка появилась рвота, жидкий стул, никогда не надо ждать, когда ребенок впадет в, допустим, коматозное и самнолентное состояние. Надо сразу обратиться к врачу и никогда не заниматься самолечением. Еще однолетний напасть – клещи. В инфекционную больницу обратилось уже несколько человек с укусами этих насекомых. Врачи рекомендуют внимательно осматривать детей после прогулки. В случае обнаружения клеща следует обратиться в больницу, чтобы его удалить. Если вы решите сделать это самостоятельно, то клеща необходимо отвезти в лабораторию для исследования на энцефалит и другие инфекции. Сегодня в республиканском бизнес-инкубаторе прошел обучающий семинар по теме малой затраты и маркетинг. Организаторами выступили Ассоциация поддержки и развития маркетинга Чувашской Республики и кафедра менеджмента Госуниверситета имени Ульянова. Кто хочет купить тысячерублевую купюру за 800 рублей? С неожиданного вопроса начался семинар. Это бизнес-тест для определения предпринимательских способностей. Леса рук не было. Ситуация вполне предсказуемая для маркетологов. Директор Республиканской общественной организации социологов СОЦИС Дмитрий Борцов, директор общества с ограниченной ответственностью ИПФ Алексей Тимофеев, маркетолог Сбербанка России Ирина Николаева и другие эксперты поделились секретами ведения успешной конкурентной борьбы на современном рынке продаж. Участники семинара узнали о способах получения максимальной прибыли. МВД Почувашской Республики объявило вознаграждение за информацию о местонахождении беглого преступника. Напомню, что 19 мая из колонии строгого режима в Новочебоксарске сбежал осужденный. Поиски преступника продолжаются. 29-летний Роман Сидоров был приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за убийство и кражу. Наказание он отбывал с марта 2010 года. Особые приметы беглеца. При разговоре картавят. На руке татуировка в виде дракона. Преступник был одет в черную робу. Мог переодеться в зеленую рубашку большого размера и темные или камуфляжные штаны. Сразу после побега к оперативным действиям приступили и специалисты Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело в отношении беглеца, а также проверяют действия сотрудников колонии. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела действия сотрудников исправительного учреждения проверяются на предмет наличия в их действиях признаков халатности. Допрашиваются сотрудники дежурной смены исправительной колонии. Изъят ряд доказательств, имеющих значение для расследования данного уголовного дела. Также мы призываем Романа Сидорова сдаться властям и явиться в правоохранительные органы в дворовольном порядке, потому что его поимка – это вопрос времени. Рано или поздно его местонахождение будет установлено, и он будет заключен под стражу. Одновременно мы разъясняем Сидорову, что явка с повинной, а также активное способствование расследования обстоятельств его побега может быть расценено судом как обстоятельство, смягчающее его наказание и, соответственно, повлечь менее строгое наказание. Также МВД призывает жителей республики внимательно отнестись к случайным знакомым. Участили случай краж, когда злоумышленники под предлогом продажи меда или других товаров проникают в квартиры и выносят ценные вещи. На днях такой случай произошел в Новоюжном районе столицы. В Чувашском государственном педагогическом университете сегодня обнародовали итоги вахты памяти 2014. Напомним, бойцы поискового отряда в этом году работали в Кировском районе Ленинградской области. По их отзывам, эта экспедиция была самой результативной за всю историю отряда. За две недели из Кировских болот подняли останки 11 бойцов Красной Армии. Возможно, удастся установить имена некоторых из них. Найденный очень редкий пистолет системы Коровина, который выдавался только командному составу. Медальон с запиской и портмоне с комсомольским билетом. Прочитать документы пытаются сейчас в экспертно-криминалистическом центре МВД. А вот поиск по фамилиям на личных вещах уже принес результаты. На одном из котелков были выбиты фамилии с инициалами бойцов – Шехерева и Исакова. Согласно архивным данным, Михаил Федорович Шехерев был сержантом-командиром отделения десантников 73-й отдельной морской стрелковой бригады, 1922 года рождения, уроженец Кировской области. Михаил Павлович Исаков – старший сержант, старший электрик взвода специальных работ роты технического обеспечения 220-й отдельной танковой бригады, 1916 года рождения, уроженец Челябинской области. Оба воевали в районе Гайтлова-Синявина в 1942-1943 годах. Интересно, что оба прошли войну, вернулись домой. Котелок, вероятно, был в спешке оставлен во время отступления. То есть вот такой редкий случай, когда, может быть, они даже живы, им еще можно вернуть этот котелок. Остальные трофеи еще предстоит изучить. Собственно, поиск только начинается. Но главный результат уже получен. Будущие педагоги, придя в школы, смогут очень убедительно объяснить детям, почему так важно знать историю и уважать наше прошлое. А еще рассказать, как дорого ценится Ленинградская земля. Этот мешочек специально везли в Чебоксары по просьбе Валентины Васильевой, старший брат, который погиб, защищая город на Неве. Землю, я сказала, что-нибудь привезти. Моя мама все время говорила, жила, когда жива была. Валя, пожалуйста, привези эту землю с его могилы и говорит, похорони рядом со мной. Вот так я не исполнила ее просьбу. А вот Бог мне помог. Вот я услышала по радио и решила вот все найти. Сегодня в Центре молодежных инициатив прошла презентация проектов, которые станут участниками окружного молодежного форума «Иволга». Всего на сайте форума зарегистрировано 257 проектов, представленных разработчиками из Чувашии. Больше всего по направлению инновации и техническое творчество – почти 60. Арт-квадрат – 44 проекта. Приятно, что информационные технологии избрали темы исследования 23 человека. Квота для республики – 90 проектов. Именно столько проектантов могут принять участие в молодежном форуме «Иволга». Те, что экспертный совет форума признает перспективными, получат финансовую поддержку. О победителях станет известно через месяц. «Иволга» пройдет с 18 по 28 июня в Самарской области. 24 мая ровно в 12 часов во всех регионах России запоет множество голосов великой страны. Чебоксары присоединятся к этому событию. На открытой площадке перед монументом матери-покровительницы соберется хор из 700 исполнителей. Пока на репетиции детские хоры музыкальных школ не в полном составе. Но в День славянской письменности и культуры свободных ступенек не останется. 17 композиций прозвучат в исполнении Чувашской государственной академической симфонической капеллы, Чебоксарской певческой капеллы «Классика», 9 детских хоров, 6 хоров ветеранов и учебных коллективов. Пение будет сопровождаться театрализованными хореографическими постановками. Таким будет финал Всероссийского хорового фестиваля «Поют Чебоксары». Вообще это, естественно, праздник объединения. Символический такой вот, наверное, праздник, когда мы все вместе можем петь, можем наслаждаться единством. И это очень важно для нашего города в том числе и для всей республики, но, естественно, для всей страны. Сам фестиваль пройдет в два дня – 23 и 24 мая. В нем примут участие творческие коллективы Чувашии, Ешкаралы, Казани, Ульяновска. Настоящим подарком станет выступление Владимирского камерного хора под руководством народного артиста России Эдуарда Маркина совместно с Чебоксарской певческой капеллой «Классика» с эксклюзивной программой «Запоет город, запоет народ». Анастасия Алексеева, Светлана Алекимова, Николай Яковлев, Республика. Таким был четверг глазами журналистов национального телевидения. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин